Здравствуйте! В год 90-летия, со дня рождения нашего великого земляка, писателя, режиссёра, актёра, хотела бы познакомить вас с уникальным изданием рассказов Василия Макарача-Шукшина «Далёкие зимние вечера». Это издание уникальное по ряду причин. Впервые оно увидело в свет в 2014 году благодаря губернаторскому конкурсу на издание книг. 19 рассказов этого сборника позволяют юному читателю пройти настоящую школу взросления, поступать по-мужски, держать своё слово, нести ответственность за родных и близких. Библиотечная практика показала, что книги Василия Макарыча с удовольствием читают прежде всего мальчишки. А данные рассказы, они рассчитаны на возраст детей от 12 лет. И, ну, наверное, будет интересно, как более младшим читателям, так и более старшим. Посмотрите, пожалуйста, насколько интересно оформление данного сборника. Иллюстрировали книгу «Учащиеся художественных школ Алтайского края». Более того, к каждому рассказу, включённому в этот сборник, есть или письмо школьников Алтайского края Василия Макаровича, либо их отзыв на тот или иной рассказ. 4 ноября 2014 года на вечере памяти Василия Макаровича Шукшина книга была подарена президенту России Владимиру Путину. Книга настолько понравилась президенту, что он сказал, что её должны прочитать все дети России. И необходимо её выпустить большим тиражом. И в 2016 году книга снова увидела свет, то есть спустя два года, и разошлась большим-большим тиражом. Но, сразу говорю, она уже стала библиографической редкостью. Её найти, наверное, можно только в библиотеках. Читатели по заслугам оценили данное издание, и в 2014 году книга была названа «Лучшей детской книгой Алтая». Обращаю Ваше внимание, что данная книга была издана Алтайской краевой детской библиотекой имени Надежды Крупской. И в 2016 году Алтайская краевая детская библиотека вместе с библиотекой для слабовидящих и незрячих детей сделала озвучку данной книги и выпустила книгу для детей с ограниченными возможностями. А теперь слово нашим юным читателям. В рассказах Шикшина простые люди, которые просто проживают свою жизнь. У всех своя жизнь, поэтому рассказы необычные и разные. Я считаю, что в некоторых рассказах можно взять для себя какие-то жизненные принципы. Приведу пример из рассказа о демагогии, потому что мне очень понравилось то, что мальчик не струтил и спас своего дедушку, который, кстати, был наполовину глухой. Я бы порекомендовал эту книгу детям от 11 до 16-15 лет. И еще взрослым, чтобы взрослые прочитали эти рассказы и вспомнили, как и эти рассказы, вдруг они их в детстве читали, им родители читали или они сами читали. Ну и во-вторых, конечно же, чтобы они вспомнили себя в молодости. Ну, я думаю, что взрослые могут там научиться разным вещам. Но, опять же, я не взрослая, я не знаю. Я точно не могу ответить. Ну, возможно, можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова